Всем привет! Меня зовут Валентин и сегодня мы продолжаем обозревать 50 килограмм инструментов, которых ко мне приехали. В прошлый раз мы смотрели очень красиво, очень красивый, очень красивый инструмент Кирка Хэммета. Сегодня у меня возвращение к истокам, потому что полтора года назад я держал в руках идентичный этому инструмент. Но тогда я не смог записать полноценный обзор, но он поучаствовал в нескольких роликах. Сегодня, кроме того, что я наконец сделаю обзор на один из моих любимых SP гитар, так еще я при запас, при запас, еще один в другом цвете, чтоб совсем по красоте. Поэтому сегодня у меня в руках два SP-E2 Mystic гитары, которые заключают в себе сразу несколько брендов. PRS, Gibson и, конечно же, SP. И определенно, если бы я занимался топами, топ моих любимых гитар, топ гитар, которых бы я хотел у себя иметь в коллекции, то эта гитара, эти гитары, эта гитара была бы у меня точно в пятерке лучших. Но обо всем по-подробному. Поехали! Перед тем, как я начну, три важных момента. Первый. Звукосниматели и фурнитура на обеих гитарах идентичны. Отличаются они только в двух моментах. Первое. Это, конечно же, топ. Здесь у нас Marine Blue. Стало быть, волна. Волнушка. Волнушка. Как-то так. И здесь у нас Black Cherry. Вишенка. Все. И второй момент. Строй. Чтобы было более интересно, эту гитару я настроил на полтона, и эту гитару я настроил в ре, на тон ниже. Так что можно послушать в какой-то веке один инструмент, но в разных строях. Будет поинтересней. Та будет такая более темная, а эта будет более светлая. Ну, как, собственно, и по внешнему виду. И третий момент. Это обе гитары в Amy Music. Из Amy Music пришли ко мне. Их там можно приобрести. Ну, все ссылки будут в описании. Вы это и так знаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полтора года назад мне на просторах интернета попалась одна моделька. Сразу заинтересовала своим внешним видом, потому что в тот момент она отличалась от всего, что делает компания ESP. И второе, что впоследствии я узнал, потому что когда я только увидел, я подумал, ну, еще один вариант Horizon, да? Потом я начал читать, посмотрел, что у нас здесь достаточно измененный профиль корпуса, который очень сильно отличается от Horizon. Он, забегая вперед, и легче, чем Horizon. Несмотря на то, что у Horizon махагон-клен, здесь махагон-махагон. То есть красное дерево. Вот это вот красное дерево. И в итоге я такой, воу, интересно. Адепт Лиспола с грацией PRS. Она чувствуется, она чувствуется по голове, чувствуется по всем другим элементам, чувствуется такое. И при этом это все еще ESP. Значит, будет привычный мне гриф и свой акцент в звуке. И когда я начал играть на этом инструменте, я ощутил, что в нем присутствует все то, что я искал. Увеситься в звуке, в ощущениях от Лиспола, но при этом гораздо удобнее с грифом от ESP. И грация от PRS. Это вообще очень сложно объяснить. И она больше заключается во внешних моментах, опять же, в дизайне, да? В корпусе. Во всех этих изгибах, которые очень удобные. То есть здесь 24 лада. До любого лада абсолютно удобно доставать. Скос, опять же, на пяточке. И, конечно, очень красивый топ. На тот момент, в 2015-2014 году, у компании ESP, заключением Custom Shop серии, не было таких красивых топов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что интересно, с этим инструментом я полюбил золотую фурнитуру. Раньше этот контраст, как правило, двух цветов мне не нравился. А тут это баланс. Потому что золотая фурнитура, потом идут рамки молочные, затем топ, затем окантовка, а точнее кленовый топ, который тоже выглядит молочным. И это все вкупе смотрится классно. И сбалансировано, а не просто два определенных цвета. Хотя, опять же, это все вкусовщина. И мне очень понравилась идея сзади сделать полностью рельеф дерева, чтобы осасы был виден под лаком. Опять же, как на гипснах. И золотые колки, и черные элементы в них. А точнее лок, локовая система. Блин. Зачитание трех этих цветов, дерева, позолотый и черного, мне просто очень понравилось. Я нахожу лично, я нахожу это очень стильным. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачитание трех этих цветов. Очень долго можно говорить о том, насколько красивы эти гитары. Я в который раз напомню включить качество 4К на YouTube, если позволяет ваш компьютер. Или интернет. Потому что тут есть на что смотреть. Но перейдем, конечно, к звуку. Несмотря на то, что компания ESP стала известна все-таки благодаря инструментам под тяжелую музыку, с активной электроникой и так далее, с другими задачами. Здесь, конечно, антипод. И это уже видно во внешних параметрах. Снова мы к ним возвращаемся. Без этого никак. Здесь стоят два пассивных звукоснимателя от американской компании Seymour Duncan. Бриджи классический SH-4 в NECI APH-1N. И вот этот, по сути, классический набор. Корпус-махагон, гриф-махагон, пассивная электроника. И дал тот звук, который я искал. Это огромное разнообразие в звуке. То, за что любят именно, опять же, пассивную электронику. Динамический диапазон. Не такая большая компрессия. Как будто сейчас говорю про какой-то альбом новомодный. Тем не менее. Очень классный детальный звук. И это не история про компромиссы, что можно на каждом инструменте с активной электроникой играть. Если там есть отсечка или просто. Тут нет компромиссов. Ты просто берешь, играешь в Marshall, получаешь звук Marshall. Таким, какой он есть. Как будто ты держишь в руках Лиспол и играешь. И вот скажешь тебе, как будто. Так возьми Лиспол. Так в том-то и дело. В том-то и дело, что я держу в руках очень легкие инструменты. По форме ближе к суперстрату. Но при этом я получаю тот панч. Даже ни один синглкат от компании SPI не дает звук Лиспола настолько, насколько дает Мистик. Что интересно. За исключением одной модели, на которой у меня тоже есть обзор. Который мы делали вместе с Music и компанией SPI. Тоже в синем цвете, кстати говоря. Но там более ядреный инструмент. А здесь я включаю Marshall, получаю этот звук. При этом мне удобно играть. 24 лада. Все скосы на пяточке присутствуют. Вес, эргономика. То, за что я люблю компанию SPI в первую очередь. То, что тут есть знакомый мне тэнк у гриф. И вся эта история. Это очень классно. Подрубаюсь в мессу. И все, я могу играть в металлику. Именно поэтому этот инструмент находится в моей пятерке. И, как правило, если бы мне нужно было взять один инструмент. То я бы взял эту гитару. Потому что я могу на ней играть все, что угодно. И при этом отдавая отчет в том, что мне нужно. Получая удовольствие от всего, что я играю. И ловля кайф в вот этих деталях. Которые мне нужны. Которые мне нравятся. Вот так вот. Ну, конечно, ложка дегтя. Она всегда присутствует. Изначально серия Mystic была сделана только для японского рынка. Лет 15 назад. И носил название SP Amorous. К сожалению, с 2015 года данная серия снята с производства. У меня в руках два инструмента. 15-х годов. И все. К сожалению, больше сейчас не производят. Только отделение Custom Shop. В основном только для Японии. КОНЕЦ. 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 Компания ESP за последние 10 лет очень экспериментировала с рынком США. Очень много новых моделей представила, которые ранее были только для японского рынка. Тот же самый с Piero. Такая же история. В итоге, конечно, половина из этих моделей были сняты с производства, потому что данный инструмент понравился в основном коллекционерам, любителям бутиковых инструментов, но не за очень-очень много денег, так сказать. Поэтому коллекционеры и люди, которые искали данный инструмент, они его нашли. И я спрашивал недавно у коллег в США, насколько вообще эту гитару сейчас реально найти. Мне сказали, что нет. Что люди, которым она понравилась, забрали и все. Все остальные заказывают только Custom Shop. А это, как правило, история про совершенно другие суммы. И мне бы тоже, конечно, хотелось те инструменты на обзор. К слову, данная серия, именно E2 Mystic, представляла собой три модели. Две из которых у меня сегодня на обзоре. Но была также еще и полностью в черном, с белой кантовкой, и с Floyd'ом, и с другими датчиками. То есть более по тяжелую музыку. Вот это вот уже не знаю. В принципе, мне бы хотелось этот инструмент тоже на обзор взять. Но то, что я ищу, его там нет. То, что интересно было бы. Но черный цвет, есть и другие гитары с черным цветом, которые выглядят поинтереснее. Ну, имха, конечно. Здесь инструменты, в первую очередь, уникальны своим внешним видом. Перекрасить их в черный, и уникальность уже пропадет. Как мне кажется. В итоге, из-за того, что через меня проходит очень много инструментов, мне очень тяжело выбрать один. Поэтому я гарничился пятеркой. И эта гитара там находится. В этой пятерке. Определенно. Определенно. Я в ней нашел то, что искал. И, надеюсь, данный обзор вам понравился. И мои мысли. Если интересно, я обязательно могу снять ролик про другие пять гитар. Но он уж всегда меняется. Эта гитара находится в топе уже полтора года. С момента того, когда она ко мне приехала, я в нее влюбился. До сих пор хочу себе либо E2, либо SP Amorous. Ну, или SP Mystic. Original серия. И обязательно ее себе куплю. Но попозже. На этом все. Надеюсь, что ролик вам понравился. И поподробнее про этих гитар. Я также, как и всегда, рассказываю в Инстаграме. Там уже вышел пост. Или ролик. Как это правильно сказать. Он будет прикреплен к моему профилю. Там я расскажу про что идет в комплектации. Про какие-то нюансы, которые, возможно, я не упомянул в этом ролике. И все такое. Поэтому, если будет интересно, ссылка на Инстаграм внизу. Там всегда можно узнать о гитарах, которые в будущем появятся в роликах. Как-то так. А на этом все. Увидимся с вами через неделю. Подписывайтесь, если этого еще не сделали. Нажмите колокольчик. А то уведомления бывают, вообще не приходят. Мне так ролики не часто выходят. Ну и все. Лайки все нравятся, дизлайки все не нравятся. Что еще там? Приобрести можно в Мьюзик. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...